Добрый день! Я понимаю, что Усей Немесович не первый раз в наших аудиториях, он не первый раз считает лекции, но то, что сегодня происходит, называется совершенно новым явлением. Это новый проект, который инициирован Усей Немесовичем Джимиловым. Проект «Золотые лекции ученых Башкортостана». Он реализуется совместно с Башкирским педуниверситетом, когда видные ученые, ученые, у которых есть выдающиеся исследования, материалы, они будут читать лекции в этой аудитории, лекции будут записываться, выставляться и создаваться будет своего рода медиатека лекций знаковых людей. Сегодня Усей Немесович, автор проекта, открывает проект собственной лекции. У вас была возможность узнать о нем более подробно. Я, как ректор вуза, горжусь тем, что этот проект реализуется у нас совместно. И всегда гордился тем, что есть в республике такие люди, чье имя известно не только в России, но и в мире, чьи исследования сегодня имеют огромное значение не только для науки, но и для производства. Одним из таких выдающихся ученых нашей страны является председатель Уфимского научного центра, доктор химических наук, профессор Джимилов Усей Немесович. Сын Немесович, слова благодарности не положены для таких лекций, поэтому у нас рабочая встреча. Я предоставляю вам слово, но мы формат обговаривали, лекции, потом диалог. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Я выключаю. Это вы выключаете, я могу, да. Искренне признаюсь, так помпезно меня еще ни разу не встречали. И мне как-то даже неловко перед вами всеми. Вот. И я в этой аудитории не впервые. С вашим университетом мы давние коллеги, друзья, сотрудничаем. И, Раэль Мирвайч, я возьму на себя смелость сказать, что мы давние друзья. Часто обсуждаем многие проблемы, которые стоят перед образованием, наукой. И наука и образование сейчас находятся не в простом положении у нас в стране. Идут реформы. Они идут постоянно, эти реформы. Даже не успеваем адаптироваться к этим реформам. Ну, что делать, как говорят. Те, кто эти реформы инициирует, говорят, что все это направлено с тем, чтобы повысить эффективность, улучшить образование. И мы будем надеяться, что это именно так. Будем надеяться, что это именно так. Но, начиная свою лекцию, я исходил из нескольких предпосылок. Я понимал, что не в обиду будет сказано, что аудитория будет разношерстной. В том смысле, что будут, может быть, преподаватели различных кафедр, различных специальностей. Будут студенты разных факультетов. И делать мне такую, может быть, локальную лекцию, связанную с моими научными интересами, тем, чем я занимаюсь химией, наверное, будет неинтересно. Мне показалось. Поэтому в качестве лекции я выбрал некие глобальные проблемы. Вообще, с возрастом, как принято говорить, что мы начинаем думать о смысле жизни. Ну, это такой философский вопрос, что пройдено, что сделано, и что еще осталось, и успеешь ли ты сделать задуманное. Обычно так человек всегда мыслит. Ну, и здесь, я так подумал, в последние десятилетия, или, может, последние годы, вернее сказать, меня больше волнуют, конечно, такие глобальные проблемы, мировые проблемы. Оно позволяет анализ неких таких важных проблем, смотреть, что мы имеем, чем мы располагаем с вами, и куда нам нужно двигаться в том или ином направлении. Вот такие проблемы дают, может быть, такой более объективный обзор, анализ, дает возможность, куда же действительно нам двигаться. И вот в качестве такой проблемы, на мой взгляд, очень важной сегодня, это энергетика. Дело в том, что в современном мире, ну, я не секрет открою, в современном мире энергия играет ключевую роль. Ну, представьте себе, что вы живете в какой-то дальней деревушке, топите всегда дом дровами напиленными, и вдруг в эту деревушку приходит газ, приходит свет, и комфорт жизни совершенно меняется этих людей. Вы можете пользоваться благами цивилизации, смотреть телевизор, интернет, дома у вас тепло и так далее. И вы и представить не можете через очень короткое время, что вот если этого не будет, то будет, как ваша жизнь дальше будет складываться. Поэтому использование энергии позволяет, различных источников энергии позволяет человеку во много раз увеличить его возможности. Не только отдельно взятого человека, но в целом и государства. Вот годовое потребление энергии, рассчитанной на одного человека, предположим, характеризует уровень жизни людей в том или ином государстве или в том или ином регионе, но и в целом отдельно взятого человека. Поэтому Организация Объединенных Наций, проанализировав это дело, вот как бы рассчитала некие критерии, названные индексом развития человеческого потенциала. Что включает в себя индекс развития человеческого потенциала? Себя включает, в первую очередь, продолжительность жизни в том или ином государстве, жизненные стандарты, валовый национальный доход, который приходится на одного жителя. Вот эти компоненты и составляют индекс развития человеческого потенциала. По величине индекса развития человеческого потенциала государство можно ранжировать таким образом. Государства, которые живут, скажем, с очень высоким уровнем, высоким уровнем, средним уровнем жизни и низким уровнем. Очень высокий уровень, индекс развития человеческого потенциала составляет более 0,9. Высокий уровень 0,8-0,9. Средний 0,5-0,9. И ниже 0,5 мы считаем низкий уровень жизни людей в том или ином регионе или в государстве. Ну вы мне зададите вопрос, а как у нас в России, чему равен индекс развития человеческого потенциала? К большому сожалению, вот он находится где-то между 0,5-0,6. Вот таким образом. Но мы находимся в динамике, мы растем и надеемся, что этот индекс будет постоянно подниматься. И в результате в 2002-2003 году, и опять обращаясь к Организации Объединенных Наций, при анализе обнаружилось, что вот индекс развития человеческого потенциала коррелируется с энерговооруженностью отдельно взятого человека или государства. Поэтому вот сегодняшние лекции, которые не очень длинные, чтобы вы не успели устать, лекция будет посвящена таким проблемам. Значит, мы с вами рассмотрим такие вопросы. Какими источниками энергии располагают различные регионы в мире нашей страны, и не только нашей страны, вообще в мире. Как расходуются эти источники энергии? Как их расходует государство? Как наделила, предположим, природа то или иное государство вот этими источниками? И источники бывают возобновляемые и невозобновляемые. И вот мы их посмотрим и будем говорить о тех перспективах. Но больше всего из всех слайдов, которые я вам буду показывать, вот мне нравится первый слайд. Яркое солнце и голубое небо. Очень привлекательно. Но мы будем смотреть с вами дальше. Я вот приступаю к изложению нашего материала. И вот обратите внимание. Слева невозобновляемые источники. Справа возобновляемые источники энергии. Значит, нефть, газ, уголь, газогидрат, исландцы, торг, ядерное топливо. Мы часто слышим об этом. Много пишут об этом. Значит, идет активная эксплуатация местонрождения, располагающих этими невозобновляемыми источниками сырья в различных частях земного шара по-разному. Но иногда и варварски это делается. Мы посмотрим, как обстоит дело. И есть правая сторона возобновляемые источники. Это биомасса, отходы промышленности, бытовые, сельскохозяйственные. И, наконец, энергии воды, ветра и солнца. Как нам кажется, что это бесконечно можно использовать, энергию воды, ветра и солнца. Но, как вы знаете, опять из средств массовой информации ученые подсчитали, что наше солнышко будет светить еще 5 миллиардов лет. Так что, видите, на сколько поколений еще хватит всего нам солнышка и этой энергии. А следовательно и воды, и ветра. Кстати, лет 10 тому назад в средствах массовой информации появилось такое сообщение, что японские исследователи, это совершенно официально, в особенности горных промышленных районах Японии, добывают углеводороды из снега. Что в тонне снега содержится порядка нескольких сот кубометров метана, азота. И что при необходимости это можно использовать, как промышленно добывать полезные углеводороды. Но, насколько я понимаю, просторы России столь обширны. Так что снега у нас 9 месяцев и так много, что этих запасов хватит. Но, к сожалению, с точки зрения, насколько это рационально сегодня, наверное, это нерационально, чтобы растопить, добыть это дело, нужно потратить такой же почти, а может больше даже энергии. Поэтому, ну, Япония маленькая страна, у нее нет таких источников, как у нас. Очень интересно посмотреть исторические веки в использовании угля, газа и, скажем, нефти человеком. Вот на протяжении тысячелетий. Как вообще складывалось? Это очень интересно, друзья мои. Вообще, все данные, которые будут сегодня мною вам представлены, они из международных футурологических источников. Поэтому они достаточно надежные, эти данные. Вот, не из частных каких-то публикаций. Вот, что говорят. Еще 6 тысяч лет тому назад нефть использовали в качестве топлива в строительстве в Месопотамии. Идем дальше. Нефть использовалась в Древней Египте, вот, для мумиизации, бальзимирования мумии. Первые упоминания о мастерождениях нефти вот были найдены в районе современного Баку. Еще до нашей эры, так? И должен вам сказать, часто мы это связываем с Альфредом Нобелем. Якобы он принимал активное участие в разработке. Это, кстати, не Альфред Нобелем, а его двое братьев занимались этим делом. Идем дальше. Первый век. Еще Плутарх пишет о том, что уже нефть в Греции в качестве топлива использовалась. В Персии вот газ во дворце и вечно горящий огонь для приготовления пищи, так? Ну и так далее. Ну вот, смотрим, мы доходим до 1891 года и уже построен первый крупный газопровод от промыслов на севере штата Индиана до Чикаго протяженностью порядка 195 километров. Видите, еще, как говорят, за два века уже пользовались этими нефтью, газом и углем. Что же у нас имеется вообще на сегодняшний день? Вот мировые доказанные запасы углеводородного сырья касательно нефти. Обратите внимание, Россия находится на шестом месте по доказанным запасам. На первом месте, безусловно, Саудовская Аравия, Венуссиала, Иран, Ирак, Куэйт и Россия. Россия достаточно большие запасы в пределах до оценочной запасы. От 10 до 20 миллиардов тонн нефти находится у нас еще в закромах. Это большие запасы. Соединенные Штаты имеют порядка вот 31 миллиардов баррелей. Ну, во всяком случае, это где-то от 4 до 5 миллиардов собственные запасы. Я хотел бы сказать вам, что сегодня Соединенные Штаты добывают порядка 135 миллионов тонн нефти у себя на территории, а перерабатывают почти миллиард тонн нефти. То есть более 800 миллионов тонн Америка закупает нефть на стороне. Это страна, которые больше, чем кто-либо перерабатывают и используют нефтяное и углеводородное сырье. Ну, будут вопросы, я готов, не хочу на этом останавливаться. Идем дальше. Теперь мы в цифрах посмотрим, какие же запасы и ежегодная добыча. 300 миллиардов тонн мировые запасы углеводородного сырья. Это имеется в виду в отношении нефти. Россия 10-20, Республика Башкортостан до 1 миллиарда тонн, считается, еще у нас имеются такие запасы. Но они залегают глубоко. Нужны современные технологии для того, чтобы добыть это золото, черное золото из земли. Ежегодно мы добываем вот 6 миллиардов тонн нефти в мире в целом. Россия добывает порядка 500 миллионов тонн. Вот, скажем, в прошлом году, в 2013 году достигли мы уровня 510 миллионов тонн нефти добыла Россия. Мы больше, чем кто-либо в мире сегодня добываем нефть. И больше, чем кто-либо в мире продаем этой нефти. Никто в мире не продает столько нефти. Хотя запасы, как мы видим в других регионах, заметно больше, чем у нас в России. Правильно или нет, мы ответим на этот вопрос, если вы меня спросите. И, наконец, Республика Башкортостан до недавнего времени добывала 12 миллионов тонн нефти. Но в целом 3 нефтеперерабатывающих заводы нашей республики ежегодно перерабатывает около 25 миллионов тонн нефти. Вот половина нефти, 12-13 миллионов, мы завозим из Западной Сибири. Западно-сибирской нефти. Собственной, вот сейчас даже оценочной, 8-12 миллионов тонн. А до недавнего времени, в годы моей молодости, я бы так сказал, республика у себя добывала 40 миллионов тонн нефти. 40 миллионов тонн нефти мы добывали. А и наши заводы были способны переработать 80 миллионов тонн нефти. Вот на такой небольшой площади, как наша республика, а большая часть это рядом Уфа, Салават, преимущественно расположенные эти нефтеперерабатывающие заводы, на этой территории мы могли перерабатывать 80 миллионов тонн нефти. Должен вам сказать, нигде в мире нету вот на таком ограниченном пространстве, чтобы перерабатывалось такой объем нефти. И только это было у нас. Но сейчас вот порядка 20-25 миллионов тонн. Через несколько десятков лет нефть станет дороже золота. Я постараюсь на следующих слайдах показать, что это действительно так. Мы с вами посмотрим тоже футурологические данные американских исследователей, английских исследователей. Они расположили, что вообще нас ожидает впереди. Нам очень важно знать. Если мы будем знать, что нас ожидает впереди, и главное знать, куда нам надо идти, вы можете, молодые люди, оканчивающие вуз, себя ориентировать. Чем же лучше всего заняться? Итак, посмотрим мировые запасы угли. Россия находится на втором месте после несоединенных штатов Америки. Здесь имеется в виду Южная и Северная Америка вместе взятые. А там Канада, Северная Америка, Южная Америка. Вместе они располагают такими запасами. Порядка 240 миллиардов тонн, но Россия тоже не обделена. Видите, порядка 157 миллиардов тонн мы имеем угля. Это очень большие запасы, огромные запасы. Так что природа нас не обделила. Что касается мировых запасов газа. Как вы видите, мы стоим на первом месте. Вы ощущаете, что порядка 30% потребности Европы мы обеспечиваем за счет российского газа. Более того, мы продаем Европе газ почти в два раза дешевле, чем бы возили газ из Катары, Соединенные Штаты Америки или Европа. Предположим, там стоит порядка 700 долларов, значит, кубометра, там тысячи кубометров газа, тысячи кубометров. Стоимость мы продаем по 400 долларов, тысячи кубометров, а там почти за 700. То есть в два раза дороже. Поэтому обратите внимание, казалось бы, располагая такими запасами газа, колоссальными запасами газа, мы должны задуматься о том, что у нас в стране мало очень технологий рационального использования этого газа, превращения его в продукты, в такие интеллектуальные продукты. Потому что мы в основном добываем и сжигаем парадокс. Все, что добываем, или сжигаем, или продаем. А те технологии, которые бы позволяли этот газ превращать, как это, скажем, сегодня существуют технологии, вместо газа, вместо нефти используется газ. скажем, те же самые продукты, которые мы получаем из нефти, их можно получить из газа. А запасы газа заметно больше, чем нефти. Вот такая вот ситуация складывается. Ну, вот в цифрах. Значит, мировые запасы 300 триллионов кубометров. В России вот четвертая часть, да, этих запасов мировых. Из них ежегодно добывается порядка 1,8 триллионов кубометров. Если превратить их в тонны, то это, видите, полтора миллиарда тонн углеводородного сырья составляет. Ну, говорим, мы столько тонн нефти, значит, вот где-то полтора миллиарда тонн, значит, углеводородного сырья. И, наконец, Россия ежегодно добывает порядка 600-700 миллиардов кубометров. Из них, конечно, больше половины, а дальше, может быть, почти две трети, мы с вами продаем этот газ. Поступление от валюты происходит за счет продажи большей части нефти и газа. Ну, если перевести это в углеводородное сырье, это порядка полмиллиарда тонн углеводородного сырья. Вот такие цифры. Теперь ядерный галючий, как это было на одном из слайдов, мы говорили, что это относится к невозобновляемым источникам энергии. Обратите внимание, мы на четвертом месте по запасам ядерного горючего. На первом месте Австралия, Казахстан, Канада и Россия. И дальше идут, вы видите, в убывающем порядке те страны, кто располагает ядерным горючим. Но в 90-е годы, период распада Советского Союза, в нашей стране, в Советском Союзе, были накоплены огромные количества обогащенного урана. Огромные количества. Ни одна страна таких запасов обогащенного урана не имела, как у нас. Это связано с такими обстоятельствами, что до сих пор, а теперь мы говорим Россия, тогда Советский Союз, разработаны уникальные технологии обогащения урана. Вы знаете, природный уран состоит из двух изотопов. 235-го радиоактивного, как мы говорим, который годится для изготовления ядерного горючего, и 238-го это природный. Так, уран. И обогащенного урана было много. И, к сожалению, наши чиновники, я бы так сказал, практически две трети этих запасов, которые нами накапливались в течение длительного времени, по очень бросовым ценам, Росатом продал Соединенным Штатам Америки. Они с большим удовольствием купили этот уран у нас. Вот, вот, товарищи, так складывается иногда в нашей истории вот такой нерациональный подход. Иррациональный подход. Хотя, казалось бы, никому эти запасы не мешали. А те технологии, которые у нас уникальны имеются, они по сей день действуют. Проблема обогащения урана, та технология у нас, так называемая, в отличие от Запада и Соединенных Штатов Америки, они это делают диффузионным методом. А у нас центрифужный метод называется. Разработаны центрифуги такие, которые в минуту 10 тысяч оборотов делают. И так как изотопы по весу различаются, центрифуги 10 тысяч оборотов делают в секунду. Тяжелые изотопы к стенкам, а более легкие в середине. И это дело контролируется масс-спектрометрией. И вот вы заходите в цех по обогащению, километровой длины стоят эти центрифуги, вращаются, и в каждом прикреплен масс-спектрометр. То есть все автоматически. Когда американские делегации в 90-е годы впервые показали, а это находится здесь недалеко от Екатеринбурга, эти подземные заводы, они пришли просто и в восторг, и в ужас. Как это у нас делается? У них это по-другому делается. То есть вот эти технологии находятся у нас. Так что у нас запасы еще достаточно большие. Вот схема энергетического баланса по источнику получения энергии. Обратите внимание, вот внизу у нас, насколько я понимаю, это нефть. скажем, да, растет, начиная с 85-го по 10-й год, видите, мы, добыча нефти или потребление нефти растет плавно. Точно так, газа больше, дальше у нас идет ядерное горючее и так далее. Вот идет гидроэлектростанция и вот узкая полоса такая, она желтенькая, более яркая, вот выходит, видите, она практически не меняется и мы дальше посмотрим в цифрах, что это из себя представляет. Так что вот вы видите баланс потребления по источникам получения энергии. Все-таки мы сегодня в мире, не только в России, в основном нефть, газ, ядерные горючие и уголь используются для получения энергии. Вот четыре источника преимущественно расходуются для удовлетворения, для комфортной жизни, для развития экономики и так далее. А возобновляемые источники, их доля очень мала, она не более там полтора-два процента не превышает. Ну вот мы в динамике посмотрим, как это происходит вот с 2000 года. То было на картинке, здесь мы в цифрах в виде такого условного топлива, если так можно, видите, все растет, где-то плавно растет, где-то резко растет, я даже не комментирую, вам эти цифры видно, везде растут и уголь, и, скажем, гидроэнергетика, и атомная энергетика, и газ, и нефть, потребление возрастает и увеличивается с каждым годом. Даже возобновляемые источники, вот по сравнению с 2000 годом, ну где-то вот в три раза увеличатся, но это небольшая доля, очень небольшая доля составляет. Итак, 2010-2011 год у нас были две мировые катастрофы, очень много об этом писалось, помните, в Мексиканском заливе прорвало нефть, и в течение фактически целого года Соединенные Штаты Америки боролись, как же это дело заткнуть и что с этим сделать. Была огромная еще катастрофа, мирового такого масштаба. Не успели мы, как говорится, от этой катастрофы там уйти, и в Мексиканском заливе вот авария на Фукусиме. Фактически до сих пор эта штука так или иначе газит, остановить это не могут. Кстати, эти атомные электростанции, японские вот на Фукусиме, они построены по технологии Соединенных Штатов Америки, не нашей технологии. и наш Росатом немедленно откликнулся и предложил подходы, которые бы позволяли ликвидировать более эффективно, ибо у нас уже есть опыт Чернобыля активно. Ну и просто ядерная энергетика у нас на достаточно высоком мировом уровне развивается, и специалисты высочайшего класса находятся у нас в России. мы во многих частях мира строим атомные электростанции, как вы помните, в Индии мы строим, в других странах, в Иране, долгое время вот мы строили в связи с разными обстоятельствами, в Ушерской, по-моему, атомной электростанции, она сейчас запущена, ну, не на полную мощь, но она работает. Это наши специалисты, а начинали строить там американцы, но не все у них получилось, и Иран обратился тогда к Советскому Союзу с тем, чтобы вот, и мы предложили более современные технологии для того, чтобы довести это дело до конца, и мы, наконец-то, довели эти технологии, сейчас атомные электростанции в Иране работают. Итак, вот это очень интересный слайд, хотя он, может быть, невзрачный, но давайте посмотрим, что нас ждет впереди. Что нас ждет? Вот к 30-му году добыча газа превысит добычу нефти, как я говорил, газа больше, чем нефть. Такие данные. Это в том случае, если добыча и потребление сохранятся на сегодняшнем уровне. Конъюнктуры рынка может, конечно, измениться. Можем мы меньше потреблять, меньше добывать, можем увеличить, наоборот, тогда, наверное, эта цифра поменяется. Может, не 30-й год, может, 40-й, или наоборот. Следующий, 40-й год, значит, наступает стагнация нефтедобычи. Нефть у нас, потому что мы сегодня варварски эксплуатируем место рождения нефти. нефти. Хотя запасов, говорил, в мире 300 миллиардов тонн, но ежегодно добываем 6 миллиардов. Если вы поделите, то вы получите, что порядка 50 лет, да? На 50 лет нам должно хватить опять при нынешней добыче и нынешнем использовании этой нефти. 70-й год стагнации добычи газа. Нефти у нас нет и газа у нас уже нет. 70-й год. 90-й год заканчивается уран, если технология атомной энергетики не изменится, потому что сегодня в основном мы используем обогащенный уран для атомных электростанций. Вот те запасы, мировые запасы урана в мире завершатся к 90-му году по тем темпам, которые сегодня их эксплуатируют. 2130-й год видите, как далеко мы смотрим. Значит, заканчивается полностью уголь. 2200-му году начало эры массовой атомной альтернативной энергетики и наконец 7000-й год так доживем или нет? Вот. Да? Переход на возобновляемые источники энергии. Какие же это возобновляемые источники? Я с вами говорю. Ну, если солнышко будет светить 5 миллиардов лет, ну, что такое 7000? Это, как вам сказать, буквально минуты, да? Секунды. Поэтому будем жить. Итак, эпоха грязной энергетики заканчивается через 100-150 лет. Вот те невозобновляемые источники энергии, которые мы с вами сегодня используем, это называется грязная энергетика, потому что мы с вами нарушаем экологию, баланс, и мы вынуждены, отходы от этой промышленности, они ложатся бременем, экологическим бременем на окружающую среду. К сожалению, сегодня эффективных технологий утилизации этих отходов не существует нигде в мире. поэтому мы вынуждены жить в эпоху грязной энергетики. И вот показано, что мы всего лишь 1,3% сегодня используем энергию солнца, ветра, гетермальных вод, биомассы, ну, совсем ничтожно. Гидроэнергетика составляет 6,5%, ядерная энергетика в общем балансе 8-10%, но есть страны, где этот баланс совершенно другой. Это средние цифры выведены мировые. Скажем, Франция 80% энергии получается электроэнергии за счет ядерной энергетики. Вот есть так, рядом город, буквально через полкилометра стоят эти станции, атомные станции, но все рассчитано так, что окружающая среда остается, очень ведется мониторинг, контроль за этим делом, вот так вот. Ну, территории наши очень большие, запасы грязной энергетики у нас колоссальные, будем так говорить, что мы себе позволяем пока вот жить и использовать то, что нам природа подарила. Что дальше? Что нам делать дальше? Если эпоха грязной энергетики завершается, запасы угля, нефти, газа и ядерного топлива заканчиваются. Страна должна жить, человечество должно жить и жить и должно в комфорте, как мы говорим, чем дальше, тем лучше мы с вами должны жить. Значит, как быть? Куда мы должны с вами двигаться? Вот ответ этой энергии воды, ветра и солнца. если посчитать долю энергии, которую нам посылает солнышко, даже на квадратный метр, то я должен вам сказать, даже если мы могли бы эффективно использовать эту энергию, даже десятитысячную долю, то этой бы энергии хватило нам комфортно всему земному шару жить и развивать экономику и человечество, цивилизацию развивать. Но пока, к сожалению, тех технологий, тех материалов, которые могли бы эффективно аккумулировать и превращать солнечную энергию в тепло или, скажем, электроэнергию, нет. КПД достаточно низкий тех технологий, которые сегодня мы используем. Хотя эти технологии есть. Кстати, в отличие от России и многих таких регионов, скажем, Израиль, государство Израиль, у всех индивидуальные обеспечения, скажем, теплом и электроэнергией за счет батарей, кремниевых батарей, которые на крышах домов. Каждый дом индивидуально себя обеспечивает необходимой энергией. Потому что 365 дней в году постоянно светит солнышко. Фактически так. Поэтому и другие страны на юге нашей сейчас переходят на траку энергетику. Но все-таки кремниевые те батареи, как мы говорим, их КПД еще невысокий. Хотя постоянно над этим в различных частях света работают и имеются успехи заметные. Но тем не менее пока что КПД невысокий. Наверное, интересно. Первая в мире ГЕС была построена в 1982 году на Ниагарском водопаде. Ниагарский водопад расположен между Канадой и Северной Америкой. Вот там была построена первая электростанция. И она по сей день функционирует, кстати, до сих пор функционирует. Итак, генерируемая на ГЕС энергия. Скажем, Россия занимает четвертое, пятое место. На первое место выше Китай. Обратите внимание, во сколько раз. В 5-6 раз Китай. До совсем недавнего времени они в два раза меньше, чем мы вырабатывали эту энергию на гидроэлектростанциях. сегодня в 5 раз больше вышли на первое место. Еще Китай развивается потрясающими темпами. Потрясающими. Ежегодно ВВП составляет от 10 до 15 процентов. Ни одно государство в мире не может этим похвастать. Ни одно государство. Вот что значит дисциплина, национальная традиция и правильная, так сказать, политика. Да, ну тут трудно сказать компартии или что. Просто восточные мудрецы, как говорят, больше восточных мудрецов. Вот так. Идем дальше. Мощность установлена геотермальных электростанций. Имеется ввиду геотермальные вот у нас, скажем, на Дальнем Востоке, на Камчатке, сколько геотермальных источников? Огромное количество. Мы видим здесь Россию? Нет России? Да. Опять совсем дальние страны от нас, так? Хотя, конечно, там какие-то локальные маленькие электростанции, я в средствах массовой информации читаю, что якобы есть, но это в основном для обеспечения какого-то маленького поселка, нескольких домов и так далее. А вот таких масштабов на первом месте Соединенные Штаты Америки, ну и так далее. Видите, что активно в этом отношении работают. Вот это и есть чистые возобновляемые источники энергии. Мощность установленных ветрогенераторов. Мы с вами видим, что здесь и здесь России нет. Опять на первом месте Китай. А у нас всегда складывалось впечатление Голландии. Вот там Голландия, все время, когда Голландию показывают, все время вот эти ветряки. И у меня такое впечатление создавалось, что Голландия на первом месте в мире. А нет, на первом месте Китай и даже Голландия не учитывается. То есть находятся вот где-то остальные страны. Вот здесь находится Голландия. Понимаете? А на первом месте Китай, США, Германия. Очень активно сейчас электрогенераторами занимается Германия. Очень активно. Ну, во многом это связано, конечно, с стоимостью электроэнергии. Вот, посмотрите, крупный ГЕС, ну, это и понятно, который вырабатывает огромные, огромные мощности, стоимость электроэнергии, вот, мегатор, составляет порядка 30-40 долларов. Чем ниже мы с вами опускаемся к чистым источникам электроэнергии, то, конечно, пока это дорого по сравнению с гидроэлектростанциями. На первый взгляд кажется, что сегодня они не могут конкурировать с тем, что с гидроэнергетикой. Но, с другой стороны, когда, предположим, здесь появятся новые технологии, позволяющие с большей эффективностью превращать вот энергию Солнца, света и ветра, то это мы можем конкурировать. И уже первые такие ласточки, данные имеются в западных источниках, что есть такие материалы. Есть, скажем, не только кремнии, есть какие-то гетероструктуры, созданные на базе других металлов. Так, они с гораздо большей эффективностью доведены до 30-40 процентов КПД вот таких батарей солнечных. Уже доведены до 30-40. Это уже перспектива большая, большая перспектива. Мощность установленных солнечных батарей вот в этих странах. Ну, ясно, что России тут совершенно нет, и на первом месте Германия, Испания, Япония уступает. Вот, таким образом, Европа очень активно в этом направлении работает, и по понятным причинам. Они хотят очень освободиться от зависимости, от энергозависимости от России. И делают все, вкладываются огромные деньги в это дело. Это и политическое, как говорится, постоянно заставляет это делать, чтобы быть независимым от России. Потому что сейчас, как бы считает, Россия говорит, вот трубу закроем, посмотрим, что вы будете делать зимой. Понимаете, мы же любим пугать. Вот. И вот таким образом. Поэтому вкладываются огромные деньги в этом отношении. Ну, я завершаю свою короткую лекцию с тем, чтобы вы не устали. Я больше времени оставлю на вопросы. Ну, здесь вот вы видите, что энергии воды, ветра и солнца это будущее мировой энергетики. Вот так вот. Вы мне можете задавать на любую тему вопросы. Не только по прослушенной лекции. Я не так часто, может быть, у вас бываю. Не стесняйтесь, пожалуйста. лекции технологических проектов обеспечены на лекции. Какова роль химиков, да? Химиков или химической науки о реализации новых технологических проектов в стопленной лекции. Спасибо. Конечно, химия играет огромную роль сегодня. Трудно представить, чтобы мы с вами без химии могли бы жить. Не потому, что я химик и патриот этой отрасли науки. Давайте я прежде чем ответить на ваш вопрос, чтобы вам было убедительно. До 50-го года, до открытия пенцилина флеминга, и вы знаете, это совершенно случайное открытие, но все случайные открытия делаются подготовленными умами, потому что флеминг занимался различными материалами, плесневыми, грибковыми, которые вырабатывали. Вот оказалось так, что впервые Эверест удалось подняться на Эверест английским альпинистам. И получилось так, когда достигли вершины, опустились, а там всегда шерпы работают, он спустился на землю. Кстати, этого альпиниста, который достиг впервые высоты почти 9 километров, по фамилии тоже был Флеминг, англичанин. И лежал больной ребенок при смерти. Ну, ему показалось о том, что он болеет просто воспалением легких. У него, так как он человек из Англии, оказалось, у него две таблетки пенициллина в кармане. И он одну таблетку дали этому ребенку. Через сутки ребенок ожил и остался жив. То есть хочу сказать, что сегодня фармацевтическая промышленность полностью базируется, конечно, на химии и на биотехнологических технологиях. Биотехнологии получается, огромное количество. Эта остальность промышленности сопоставима с продажей углеводорода в мире. Вот продажи лекарственной химии и просто углеводородный часть, не в газ, то, что мы продаем. по объему финансовых ресурсов она сопоставима сегодня. Поэтому вот сейчас есть программа, у нас национальная программа России, есть приоритеты у нас в России, где специальная водородная энергетика. Вы знаете, что одно из самых чистых видов топлива считается водород. Но добыча водорода, хранение водорода, транспортировка требует принципиально новых материалов, потому что проникающая способность водорода очень велика. Нужны такие материалы. Ну и пока что, если электролизом это добывать водород, электролизом воды, то, то, чего мы вкладываем, то будем получать это тоже дорого. Поэтому сейчас имеется программа, целый ряд институтов в России, за рубежом работают над получением чистого водорода или чистой водородной энергетики. Если это нам удастся сделать, машины наши будут ездить на водороде, не загрязнять окружающую среду, и многие отрасли промышленности будут на водородной энергетике, на БТ. То есть химики тут вносят свой огромный вклад, не говоря о других видах технологий, которые используются для этих целей. Химики активно работают в этом направлении. И у нас в республике. Правда, что касается водородной энергетики, может быть, в меньшей степени, я не знаю, бы занимался водородной энергетикой. Практически никого нет. И очень жаль, конечно. Жаль, но такова структура сегодня нашего научно-технического комплекса, что эти направления у нас в республике не представлены. К сожалению. Да-да, пожалуйста. Я хотела бы спросить относительно перераспределения потоков углеводородов. Если действительно Европа в ближайшие годы существенно сократит покупку наших углеводородов, насколько реально можно скомпенсировать перераспределением в азиатское направление? Насколько можно это то же самое получить для нашего бюджета? Или это нереально? Да. Спасибо. Вообще, как вы знаете, сегодня политика нашего правительства и президента, если вы слышите, что пора сойти с углеводородной иглы нашему государству. Потому что конъюнктура рынка так стремительно меняется и могут ее искусственно поменять, эту конъюнктуру. И тогда мы можем оказаться в исключительно сложном положении с экономической точки зрения. Не случайно. Значит, у нас есть восточный поток, так называемый, мы до Китая довели сейчас нефтепровод и газопровод. Да. И учитывая активное развитие китайской экономики и увеличивающиеся потребности в нефти и газе, мы считаем, что если Европа сократит потребление, скажем, газа, то мы направим на восток. Это Китай, это Индонезия, то есть тот поток. То есть есть некий запас прочности в этом отношении. Но если Южный поток, правда там вот видите снова в средствах массовой информации какие-то Европа, ЕС, какие-то нам чинит там препятствия запуску Южного потока, завершению Южного потока, но это всегда так бывает. Вы понимаете ситуация такая. В смутное время, вот так жизнь, видимо, устроена на земле, не только у нас в России, но у нас это всегда показать. В смутное время на поверхность всегда вы понимаете, что всплывает. Правильно? Вот это всегда бывает. Это в любом сообществе, это не только в мировом масштабе. В рамках там кафедры, в рамках университета, в рамках института, лицентра всегда в смутное время всплывает, вы понимаете, что не те самые профессионалы или образованные люди, а чаще всего политиканство. То есть люди, которые самоутверждаются, крикуны, иначе говоря, мы их называем крикунами. Так и здесь, я думаю, покричат, пошумят, посмотрят. Если такие санкции будут со стороны ЕС и Соединенных Штатов, вот бряцают каждый день, но у России тоже есть такие возможности. Есть большие инвестиции Соединенных Штатов Америки в нашу экономику. Практически сегодня бизнес значительно на 60% на кредитах Запада развивается. Они заморозят наши ценные бумаги и, предположим, наши активы там, но мы заморозим, не будем отдавать. Правда, я не говорю, что это вот в отместку мы вам то сделаем, а вы это не самый лучший способ решения в каждом случае. Но я очень надеюсь, потому что я только что ехал в машине, я, правда, с водителем делился этими впечатлениями, я говорю, не знаю, что нас ждет. Будем надеяться на лучшее, что удастся политически урегулировать те проблемы, которые сегодня есть. Все-таки и в мире, и у нас есть разумные и умные люди, будем думать, что именно им поручат решение этих сложных проблем. Не дуракам. Хотел бы спросить, на чем будет работать транспорт в будущем? Уже нет никаких альтернатив, может быть многое топливо? Спасибо. Лет 15 тому назад, в период моей молодости, был французский такой актер, комедийный, бурлит. еще фильмы, наверное, сохранились. Он выехал в летний период в отпуск, сел на свое какое-то там Peugeot, не знаю, 280 или 708, и въехал на территорию Италии. Подъехал к заправочной установке и обратился, вы не могли бы мой пак заполнить водой? водой. Те говорят, как водой? Ах, сейчас в Франции начали выпускать машины, которые работают на воде. А у них был запасной бак, старый, но он же, как говорится, такой человек веселый. Все стали ведрами таскать, бак наполнили водой, он включил, поехал, на самом деле у него там бензин заполнили, и все. Во Францию посыпались огромные количества писем, чтобы начали покупать машины, которые есть на воде, предположим. Так? Вот, таким образом. Во время Второй мировой войны в фашистской Германии, если так можно выразиться, велись закрытой работы по поводу, чтобы подводные лодки могли ездить на водородные энергетики путем разложения перекиси водорода, потому что перекиси водорода получается достаточно дешевым путем. это дешевое сырье, но все время взрывалось, потому что не удавалось это управляемо вот так регулировать. Таким образом. Я так думаю, что, конечно, наука развивается стремительными шагами. Очень стремительно. Могли ли вы себе представить 10 лет тому назад, что вы где-то в пустини Сахаре вытасываете из кармана телефон и говорите, мама, я здесь, не волнуйся и так далее. Трудно было себе представить, а вы сегодня себе позволяете или заходите в интернет. Я не исключаю, что пройдет 10-15 лет появятся абсолютно новые источники, так, и новые виды, может быть, и напитки, которые позволят нам не расходовать бензин, я имею в виду водородные и ток и водородные, а может быть, что на себе больше всего? Вот мы говорим, кислород, азот, углекислый газ, который мы с вами поработаем, и вода. Вода может стать действительно источником для того, чтобы машины работали на воде. Может, так это будет прямо разлагаться вода. На водородке кислород, и, пожалуйста, машины будут ездить. Я не исключаю такого варианта, потому что фотохимическое разложение води на водородный кислород, такие работы активно ведутся в Японии, и у нас в стране есть академик Пармон, Новосибирский институт катализаторов, он как раз специалист в этой области. Но эффективность пока этих катализаторов невысока, но время найдутся такие катализаторы, которые позволят воду делить на кислород и водород, расщеплять дешевым путем. И тогда вода будет. Видите, какие океаны у нас. Залил водой бак и поехал. Так и будет. Можно? У меня вопрос немного из другого русла. Давайте. Я на данный момент учусь на кафедре химии. Меня интересует, как поступить в аспирантуру, в институт и кафедре химии катались. Как приятно слышать. Действительно, от вашего университета в силу той договоренности и той тесны, может быть, контакт, который у нас есть с вашим университетом, вот такое благожелательное, доброжелательное руководство сегодня у вас. В нашем институте немало сотрудников, в том числе в ваших преподавателей есть воспитанники нашего института. Они преподают здесь вас. Так вот с вами. К нам очень легко. Зайдите на сайт института и вы увидите, что там какие специальности есть, когда сдавать. Представьте, вот на 2014 год мы тоже, как и вы, в ВУЗе, раньше у нас Российская Компания наук управляла этим процессом, мы участвовали в конкурсе на получение аспирантов в Министерстве образования и науки. На 2014 год нам выделено 19 вакансий для поступления в аспирантуру. А так у нас сейчас обучается около 50 аспирантов в институте. Среди научно-исследовательских институтов в соотношении научных работников и аспирантов, да я думаю во всей Российской Академии, не потому что я хвастаюсь, это соотношение у нас самое высокое. У нас очень много аспирантов. Они все защищаются вовремя. У нас, как говорят, на конвейере все это дело поставлено. Конвейер работает. Потому что хорошее оснащение, современное оборудование, квалифицированные люди, нам интересно работать с молодыми людьми и фактически самые сложные и интересные работы проводят молодые. Так что приходите к нам, я запомню вас. Я запомню вас. Что-то вялое. Давайте, может быть, не только по... Могли политику спросить. Мне даже интересно, интересуется вообще политика. Да-да, прежде всего, в русле реформирования академической науки какие перспективы ждут академические институты в Ашкортостане? Да, такой сложный вопрос прогнозировать очень сложно, но ситуация непростая, хочу вам сказать. Вообще, сама реформа Российской Академии Наук это не мое мнение. Это мнение, я так думаю, две трети сообщества сотрудников Российской Академии Наук. Вообще-то реформа затеяна не вовремя. Она нужна была, но не вовремя. И ее нужно было делать все-таки эволюционно. Конечно, не затягивая на десятилетия, может, в течение трех, пяти, десяти лет вот в этом периоде разумно, чтобы не растерять те активы, я имею в виду живых, профессионалов, людей. Главные же это люди. И, конечно, та материально-техническая база, которая располагала Российская Академия. Вот я всегда так расплывчато отвечаю всем, чтобы шире охватить эту проблему. Значит, у нас в Башкортостане функционирует Уфимский научный центр, то есть так называемый форпост Российской Академии Наук на территории Республики Башкортостан. Это 13 институтов. Фактически представлены все классические науки. Они по масштабу разные. Есть маленькие институты, где-то 30 человек. Есть большие, самые большие, ну, в пределах, там, может быть, 130-150 человек. Но не более институты. Есть хорошо оснащенные институты современным оборудованием. Есть более плохо оснащенные. Но, во всяком случае, сегодня сделано так. Все-таки была некая традиция, сложившаяся в течение почти 300 лет управления наукой. У нас в стране сложилась она. И мы все подчинялись и работали. Сегодня институты, которые принадлежали Российской Академии Наук, их изъяли из Российской Академии Наук и передали так называемому новому агентству научных организаций. Туда пришли, естественно, во главе, вот, как вы знаете, Катюков, молодой 36-летний финансист. К науке он никакого отношения не имеет. И создаются, предположим, различные отделения по управлению имуществом и финансами этих институтов. Кстати, вот очень много было разговоров, что Российская Академия Наук своим имуществом неэффективно управляет. Были и счетные палаты проверял, и прокуратура проверял. И нигде в средствах массовой информации так особенно вы не узнали, что украдены миллиарды, миллионы. Так, это вот пузырь, так называемый, создали такую ситуацию. И вот сейчас это перешло. И получается, таким образом, непонятно, то ли обезглавили, то ли, наоборот, обезножили, некоторые говорят. Так что, трудно сказать, что произошло. И люди, конечно, сейчас вот такой некой двухвласти, а лучше это можно назвать безвластью. Если вы обращаетесь с проблемами в Российскую Академию Наук, они говорят, ну, теперь вы нам не принадлежите. А каждый день решались много вопросов. Теперь есть агентство, обращайтесь в институты, в агент. В агентство обращаемся, они говорят, еще не сформированы все те подразделения, которые профессионально понимают в этих вопросах. И вот мы оказались в таком довольно непростом положении. Более того, ежегодно составлялись планы по капремонту здания, по приобретению, предположим, научного оборудования. Это исчезло. И, конечно, те институты, еще которые, благодаря активности своих руководителей, сумели добиться оснащения, они, наверное, на какой-то период могут эффективно функционировать. А те институты, у которых эту оборудование, оборудования нет, но на ближайшие несколько лет рассчитывать не на кого. Это вот первое. Второе. Теперь, как вы знаете, объявило наше государство, что фундаментальные исследования будут вестись на конкурсной основе. В результате создан Российский научный фонд, который фонд, вот я не помню, к 2020 году, по-моему, будет где-то 100 с лишним миллиардов, там, рублей. Казалось бы, немалые деньги. Но давайте сопоставим. Я просто, чтобы вы понимали, сопоставим. Такие цифры. Вот сегодня вся наука Российской Федерации имеет порядка 300 миллиардов рублей. Ну, будем так говорить, 10 миллиардов долларов. Вся наука. Включая сюда Роснано, включая Сколково, и все. Но это я имею в виду гражданскую науку. Не военную. Гражданскую науку. Таким образом, из этих 10 миллиардов долларов Российской Академии наук доставалось 2 миллиарда. То есть, около 60 миллиардов рублей. Из почти 300, а лучше, я 100 известных университетов, средних университетов Соединенных Штатов Америки, каждый университет, значит, бюджет составляет от полутора до двух миллиардов. Есть и 3 миллиарда, есть и 5 миллиардов. Вот можете себе представить. Один университет имеет 2 миллиарда долларов. И вся Российская Академия наук с 450 институтами, со всей инфраструктуры, в которой работает 100 тысяч человек. Из них 50 тысяч научных работников и 50 тысяч некой инженерно-хозяйственной или службы такая. Ну вот, посчитайте. Таким образом. А гражданская наука Соединенных Штатов Америки получает ежегодно 400 миллиардов долларов. 2 миллиарда и 400 миллиардов. Поделите во сколько раз? 200 раз. Вот соотношение. Поэтому вот эти 100 миллиардов рублей, которые Российский научный фонд, мы думаем, к 2020 году будет, конечно, этих средств мало. Мало этих средств. Но тем не менее, вопреки, как говорят, у нас всегда ведь вопреки. Все-таки наука, имея в виду, что огромные заделы, традиции и кадры у нас еще от Советского Союза остались. И вот перед вами тоже, как говорится, продукт Советского Союза. Так? Вот. Я бы так сказал. Поэтому это, как говорится, вот мы с вами еще держимся. И нас часто обвиняют, что количество публикаций у нас намного ниже. На количество денег, на единицу, предположим, на один доллар, выделяемый сегодня на науку, мы ничуть не отстаем ни от одной страны, даже больше публикаций в мире, чем, предположим, ведущих стран. Конечно, еще раз я говорю, эффективность науки надо повышать. Безусловно. Это вне всякого сомнения. Поэтому будем надеяться, что те реформы будут направлены на это. Но главная беда сейчас в науке даже ни зарплата, ни даже оснащение, хотя это очень важные компоненты, а у науки нет заказа ни со стороны государства, ни со стороны бизнеса. Фактически. Вот это есть главным препятствием на пути эффективного развития науки и экономики в нашей стране. Нет заказа. Что было в Советском Союзе? Наука. Вот этот перед вами был заказ. Говорят, вот надо сделать то-то, чтобы это было лучше, чем у американцев. Надо сделать самолет, который не только долетит, но и уничтожит. Надо такая ракета, надо такой танк, надо такую-то технологию создать. Мы в Советском Союзе производили и себя обеспечивали на 80-90% полностью всем. Мы развивали все направления науки и в том числе экономики. Сегодня, к сожалению, это получается достаточно скромно. Но оказались мы в такой ситуации. Так, нос вешать не надо, наоборот, надо нам так больше объединяться, координироваться, прилагать усилия молодых людей. Что говорил Плутарх? Вот я все время задумываюсь, а при Плутархе студенты были или нет? Но так гласит, что Плутарх говорил, студент, это не сосуд, который надо наполнять, это факел, который надо зажечь. Я не помню, но почему-то Плутарху приписывают, а может кому-то другому это принадлежат эти слова. Может вот мне под... Слова правильные. Слова правильные? Да. Главные слова правильные, не важно, кто сказал. Совершенно верно. Слова сказал. Да. Да. Это верно. Вот. Поэтому вот я думаю, что так, друзья мои, постепенно я думаю, что ситуация, если коллизии, мировых катастроф не будет, то я думаю, что мы будем подниматься потихонечку. Так. наш народ не раз оказывался в очень тяжелейших условиях. Мы всегда находили в себе силы подняться. Кстати, я не помню, это, по-моему, французский философ сказал вот о следующем. Достоинства человека состоят не в том, не знать падений, а состоит в том, упав, подняться. Понимаете? Вот так, друзья мои. Мерси Манделе. Это сказал, да? Президент Республики. Республики. Один из его заповедей запрещается в том, что главное подняться и не бояться падения. Возможно, это перефраз, но... Но я могу точно вам сказать, эти слова не Манделе сказал, а Франсуа Деларашфуко, философ французский, сказал. Это точно. Да-да, пожалуйста. Доброе утро. Да-да. Скажите, вот как вы думаете, итоги референдума Республики Крым первые и какой промышленный потенциал Республики Крым? Да. Спасибо. Я так уходил от этого вопроса, хотел идти, да? Я вас достал. Да-да-да. Ну вот, чтобы не политизировать, а то вот я... Говорят, что единственный крымский татарин в Башкирии, но, наверное, это не так. Наверное, есть. Я просто не знаю. Наверняка есть. Вот. И я, вообще-то, не политизирую этот вопрос. Я считаю, что перед Всевышним мы все равны независимо от этноса и национальности. Все мы одинаковы. Так. Одинаковое количество умных, одинаковое количество дураков. Это абсолютно точно. Так что, вот так вот. Ну, отвечая на ваш вопрос, если вы говорите, чем кончится референдум, да, я убежден, убежден в следующем, что, конечно, учитывая, что сегодня в Крыму живет 2 миллиона 600 тысяч человек. Из них миллион почти 800 это русское население, то есть 60 процентов. 600 тысяч украинцев живет и около 300 тысяч крымских татар, которые вот переехали из Средней Азии. Да, понятно, что там крымские татары, они проукраинские настроены по одной простой причине. Исторически, исторической в их генетике или в мозгу осталось от родителей чаще всего, что из Крыма депортировали их русские. Они украинцы, забывая о том, что Советский Союз был, это единое государство. Понимаете? Разницы между Украиной и русскими или Россией никакой не было. И вот этот момент. Потом Украина, она старалась использовать вот эту диаспру в своих целях. Ну, как бы обещая некие преференции, преференции, так, она как бы поддерживала себя. Но мне кажется, что сейчас президент Татарстана, как мы знаем, я думаю, не случайно, там было у него, наверное, государственные задания, да, вот, он встречался с лидерами, а в лидерах там сейчас, мне кажется, такой, ну, на мой взгляд, я не знаком с ними, такой, Чубаров, я вот, посредством массовой информации, он так вроде здраво говорит, вот их утекомилили, и более того, Нарышкин с трибуны, как говорится, сказал о том, что если они правильно проголосуют, так, то бассейн воду пустит, как говорят, да, есть такой анекдот, значит, так, что будут преференции, в том числе, что в правительстве будут представительства местного такого населения, вообще так, я думаю, что, наверное, они проголосуют за вхождение в Россию и сделают правильно, я вообще чисто из таких внутренних патриотических чувств хочу сказать, Крым, это исконно русская территория, исходя из, в 1771 году мы отвоевали этот полуостров у Турции, понимаете, вот, почти более 200 лет это российская земля, а вот в 54-м году это случилось, да, ведь Хрущев там в силу, ну, он ведь не просто в Украине подарил, это было единое государство, ну, вот, сделал широкий жест, ребята, там наведите порядок, ему там далеко и так далее, мы отдали, но в 90-м году, когда отделился Советский Союз, конечно, руководство страны, я имею, ну, вот, не хочется со слагательным наклонением, я думаю, Ельцин бы мог остро поставить вопрос, ребята, я вас всех отпускаю, чего хотите, делайте, но Крым должны России вернуть, я думаю, они бы все согласились, даже бы не задумываясь, нафига им нужен был это там лишний хлопот, ну, ну, так судьба сложилась, друзья мои, не всегда все рационально, чаще всего в нашей жизни все складывается иррационально, и мы всегда, мы этот барьер преодолеваем, мы сами себе его создаем, чаще всего сами создаем. А промышленный потенциал Крыма вам подробно? Да, извините, что я неполно ответил, я, к сожалению, плохо знаю промышленный потенциал Крыма, только из средств массива, знаю только в советское время, мы основное количество йода, химики, которые получали, мы получали из Крыма, из вот этих водорослей в саках, в саках вырабатывали йод, у нас всегда в стране не хватало йода, а йод очень нужен был не только для медицины, а имеются катализаторы, где йодистый род используется и так далее, и йод всегда был в дефиците, мы по сей день йод покупаем основное количество из-за рубежа, мы себя, страна, Россия не может обеспечить даже йодом, так что у нас импортный йод, к сожалению, это так, друзья мои, это первое, второе, я думаю, сейчас, как вы видели, что в этот период с 54-го года, в последние несколько лет, значит, Украина купила несколько платформ, добывающих уже на морских вот этих, так, газ добывается, в Черном море, залежи газа, достаточно, говорят, приличные, и они работают, но вся промышленность Крыма, конечно, она большей части такая, сельскохозяйственная, все-таки аграрная, я думаю, такой промышленности там нет, но, как заявляют, вот мне очень нравится, оба лидера, один Аксенов, молодой, симпатичный вот парень, ну, мне так он нравится, думаю, вот смотрите, какой, и второй, по-моему, так вот, Тимир Галиев, да, вот, вице-премьер, первый вице-премьер, ну, тоже такой, очень бодрый, замечательно они говорят, вот, и мне кажется, они настроены так, очень позитивно, и что все возьмем в руки, и мы сумеем одолеть, ну, ну, давайте между нами говоря, я так думаю, что, конечно, они полагаются, большей частью, на Россию, что Россия поможет, Россия вложит, и такие обещания, наверняка, имеются, потому все вот в таком плане, да, наверное, это так, и я думаю, что это правильно, это все правильно, наконец-то мы с вами, может быть, будем ездить в Крым, и в Сочи, и можно, нам говорят, что будет лучше намного, будем надеяться, будем надеяться, не зря все русские цари, свои дворцы строили, не в Сочах, не на Кавказе, а в Крыму устроили, потому что там уникальный климат, уникальность его заключается, с одной стороны морской, а с другой стороны сухой, а на Кавказе очень влажный климат, и он не всегда идет людям, вот Крым уникален в этом отношении. Да, 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 конечно, Дмитрий Иванович, вы тут начальник, я слушаюсь вас. Дмитрий Иванович, вы два время своей лекции использовали максимум восточной философии, поэтому я тоже позволю себе сказать, что у любого дела всегда есть первый шаг и есть конец, но я думаю, что проекта конца нет, это вечный процесс движения будет, а у сегодняшнего мероприятия, ну где-то студенческие лекции длятся полтора часа, и с перерывом полтора часа и поработали. Да. Вот заметно, как-то все получилось. Незаметно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Дорогие люди, на самом деле, это великолепный проект, я помню, когда Василь Мемец во время встречи с президентом предложил данный проект. Предложил проект для того, чтобы ученые республики могли общаться с населением, заводить на население не только информации, связанной с движением науки, но и попытаться разъяснить людям популярно то, что делается в мире в целом. Этот проект, он, наверное, будет реализовываться. Мы не стали ждать, когда телевидение не подключится, тем более цифровые технологии сегодня позволяют записать эту лекцию и специально выбранный популярный материал и выставить его для всего общего обозрения и чтения. Вот для нас это, прежде всего, проект, который позволяет будущим учителям не только слушать великолепные лекции, но и встречаться с личностями в науке. Спасибо. Спасибо. Мы рассчитываем, что 40 человек записались для продолжения след за вами. Вы пионеры этого движения. Позвольте от имени ученого советов своим благодарить и вручить вот такой сертификат. Называется имя в науке. Спасибо. Да. Да, здорово. Вот нам тоже надо в центре, ребята, научиться вот такие вещи делать. Видите, как здорово. Тогда уже в центре нужно еще одного проекта научиться. Мы понимаем, что сегодня компьютер захватил все наше пространство, мы перестали писать, мы поглощаем информацию, но для ученого всегда ручка была инструментом. И здесь вот тоже есть ручка, где тоже специальная гравировка, обозначающая, что лицо в науке должно писать именно только такой ручкой. Вы угадали. Я вообще обожаю ручки. Вот видите, угадали. Честно. Где бы я ни был, всегда покупаю ручки и шарфы. Вот у меня дома так вот. Шарфов супруга... Осталось шарфы. Да. Извините. Супруга все время ругается, потому что я вечно теряю эти шарфы. Так же, как и ручки. Поэтому, наверное... Да, спасибо. Вот. Все, мы берем на вооружение. Спасибо огромное. Спасибо. Мне очень было приятно сегодня здесь быть с вами. Вот на молодые лица. Есть очень много у кого горящие глаза с интересом, мне кажется, слушали. Так? И это вот, мне кажется, некой благодарной, когда аудитории, получаешь определенный импульс. То, чего ты говоришь, если доходит до слушателя. Ну вот, большое счастье. Большое счастье. Дорогие друзья, в серии золотые лекции Башкортостана получила старт. И мы эту работу будем продолжать. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.